смотрите ребята что у меня в руках это небольшая ананасовая дыня пахнет очень ананасом как вот маленькие ананасы в таиланде они очень вкусные вкуснее чем большие ну и соответственно я ни разу не пробовала эту дыню ананасовую буду сегодня пробовать расскажу вам как какая она на вкус стоит вот такая небольшая дыня 100 рублей вот сейчас мы будем вот это вот пробовать арбуз понятно мы ели а вот это вот машу я попробовала и сказала что не это не вкус не вкусно дыня говорит вкуснее говорит нечего тратить вот на это по 100 рублей не сладко не вкусно в общем теперь я это пробую для этого надо краситься никакая да дыня вкуснее капает небольшой дождик меленький не жарко людей конечно много даже под дождем сидят пойдемте посмотрим какое море да да мне очень приятное удовольствие в дождик сидеть на берегу приехать ребятишки реклятся люди купаются и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, друзья, я уже здесь... Заказала я себе люля-кебаб... Из телятины... С красным соусом... Стоимость... 230 рублей за 100 грамм... Вот сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть... Ну, в общем, друзья, мне принесли лекебаб... Посмотрите, как это выглядит... Сейчас я буду это все пробовать... Ну, принесли, в общем, мне люля-кебаб... Посмотрите, как это выглядит... С лучком... Я заказала еще красный соус... Вот от хлеба я отказалась... От лепешки... Потому что я не хочу лепешку... Ну вот, пришло время... Пробовать... Вот таких шампурек... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я же не сама ее как-то там исполняла, это все равно... Детский сад... Сейчас я сюда прихожу, у меня сразу поднимается настроение... Так все вкусно здесь делают просто от души... Это одно из самых моих любимых мест... Продолжим про комментарии... Вам что-то от этого происходит с вами легче... Что вы с кем-то там пособачились в комментариях... Ну, мне вы пишите понятно там... Я просто даже не знаю, к кому я так дорогу где-то перешла... И что я такого снимаю, что... Такие пишут гадкие комментарии... Зачем это? Живите, радуйтесь жизни... Я все равно на ваши комментарии никак не реагирую... Мне все равно... Можете писать, можете даже не утруждаться там, куда строчить... А то, что вы сами там между собой ругаетесь... Это вообще сверх детский сад какой-то... По всему... Я не снимаю ничего такого пошлого... Я не снимаю ничего такого некультурного... Я не снимаю свой канал... Дарья Дроздова... Поэтому, если кому-то хочется... Видеть именно конкретно архивку... А не мою друзья номер... Кто-то пишет... Смотрите каналы про архивойщиков... Вот так есть каналы называются... А здесь канал Дарья Дроздова... Поэтому, в любом случае, вы будете наблюдать именно Дарья Дроздова... Так что так... Вот... Сейчас пошло хорошо... Ещё один вопрос... Зачем вы смотрите мои видео, если они вам так не нравятся? для чего не могу понять мне кажется те люди, которые адекватные смотрят мои видео и нравятся они приходят, говорят мне спасибо мы с ними знакомимся приятные, очень адекватные люди поэтому, если кому-то не нравится то, что я показываю не смотри ну а сейчас чуть-чуть о вчерашней погоде ребята, реально, такого я еще не видела здесь не помним такой был ужасный ураган ветер, все сносило у нас несло две точки одна, которая у легенды стоит с мохито Дима, если кто-то смотрит знает, она же уехала в Кашалопу, к столовой, сама другая тоже в Альбатросе, которая к карусели уехала там вот жить, что было Тимурчик мы хотели сидеть в ролете с Машей но Тимурчик прибежал говорит вы что хотите, чтобы вас тут смерчем раздавило ну в общем такая вот была вчерашняя ситуация конечно то есть но вот я вот 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 Продолжение следует... 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 или июнь, но там еще не было людей, карантин и все такое. Никого не было на берегу, никого. Я села посмотреть на море. Пришли люди и сели прямо передо мной. Прямо передо мной, загородили мне море, несмотря на то, что вся береговая линия была свободна. То ли это стадная какой-то реплекс, или там, я не знаю. Ну, в общем, такое было, поэтому... Ну, хотя здесь, в принципе, небольшое обереговорение, здесь, наверное, просто деться никуда. Как-нибудь на днях я сниму для вас Прохоровский пляж. Мне очень хочется пойти поснимать, вам показать, чтобы вы были в курсе. Пройдусь сейчас прям по берегу. Да, солнышко припекает, кстати. Хорошо, что погода налаживается. Все, сейчас мы будем работать в полную силу. Уже, вроде бы, не рисуют там дожди, шторм и так далее. Да, конечно, тут классно. Ну, очень много людей. Все как братья и сестры. Все вместе, все рядом, близко к друг дружке. Здравствуйте. Да, конечно, отзыв хотите отставить? Скажите, как вам отдыхается в Архипаосиповке? Отлично. То, что были вчера дожди, как вам? Ужас. Ужас был, да. Вы были на берегу? Да, я всем говорю, никто не верит. Говорят, и сирены не было, у нас там сирена была. Говорят, что я обманываю, что все хорошо. Все правда, да? Я вам желаю хорошего отдыха. Спасибо большое. И почаще сюда к нам приезжать. Спасибо. Всего доброго. Ну, в общем, ребята, так что... Дорогие друзья, ребятки, буквально 20 минут до отправления скоростного катера, маломерного, комфортабельного, максимум 11 посадочных сет, на увлекательную одночасовую морскую прогулочку. Вдоль набережной Тугора Ёжика было воскрытое море за 2 километров. Ребятки, 20 минут катаемся, 40 минут чистого купания в открытом море. Пиво, лимонад все берите с собой, ребятки, только в плащике. Если есть желающие, подходим. 20 минут до отправления. Вот так. 20 минут до отправления. На час. Лучше сразу брать два. Это я скажу по собственному опыту. Мне часа мало в море. Мне хочется побольше, потому что там классно, там уединение от всего-всего, вот этого вот шума. Так что, имейте в виду. Ну, на часик тоже можно. Вот так что, вот такая обстановочка. Вот человек сказал совершенно, совершенно, мне не друг, это просто зритель, подписчик, вот, который сказал об обстановке, которая была вчера. О том, что я никого не обманываю, что тут такое было. А то мне там написывают в комментариях такие вещи, что якобы я всех ввожу в заблуждение. Вот. Что я не знаю архивку. Ребята, вы ездите 6 лет отдыхать на 10 дней сюда. Я здесь нахожусь 24 на 7. Как это я не знаю архивку. Вот. Допустим, даже мы приезжаем сюда работать, но уже Тимурчик мой приезжает сюда 14 лет. Вот. И как такое вообще можно писать и зачем это писать, дорогие друзья. Вот. Показала вам обстановочку. Хочу с вами ненадолго попрощаться. Прошу вас ставить лайки, писать комментарии. Не забывать подписываться на канал, потому что, ну, будет интересно. Сейчас будет бархатный сезон. Представляете, ребята, сколько приедет новых людей. Что нам еще покажет погода. Как это все будет происходить. Поэтому, дорогие друзья, до новых встреч.